Ладно, кто-то проголодался после этого. Да, я действительно. Интересная серия этой. Эшли подозрительны, Шивон тоже. Она в черном наряде с Эшли, посередине всех, как лидер. Есть связь с предыдущей серией, проходившей в Англии 1555 года, с Марией Пиреи, Елизаветой. Эта серия оставила вопросы, куда все пойдет дальше, это середина 12 сезона, давайте подведем итоги, разберем и объясним все понятые моменты. Итак, начнем. Вот объяснение концовки 12 сезона, 4 серии, Американская история ужасов. Для информации видео будет содержать спойлеры. Начнем с разбора начальной части. Честно, я был в замешательстве, когда первый раз произошло на экране. Но потом, как только сцена начала разыгрываться, все стало ясно. Мы видели, как королева Мария Первой расплачивалась по долгам из-за сделки, которую она заключила. Казалось, что фигуры, которые мы видели в предыдущем эпизоде на пляже, не так уж и далеко отставали от Анны. Они были там, чтобы забрать ребенка Марии в качестве платы. Ведь она, похоже, заключила сделку, чтобы иметь самое плодотворное правление в качестве монарха в английской истории. А взамен все, что ей нужно было сделать, это родить монстра, который находился внутри нее. И судя по когтям, которые были у этого существа, это был однозначно монстр. Те двое из Ревенхеда затем стали Эшли, которых мы видим в наши дни вместе с Шивон. Так что это заставляет меня задуматься, не несет ли Анна что-то похожее на то, что мы видели у королевы Марии. Дело в том, что мы слышали, как они ждали рождения существа около 600 лет. С 1355 года прошло почти 500. Так что я задумываюсь, не пришло ли время для рождения еще одного из этих существ. Учтя, что монстр, которого мы видели, был в титрах шоу, думаю, что Анна, скорее всего, носит что-то подобное в себе. Это может быть и причиной того, почему она испытывает тягу к этому страшному барсуку. Может быть, ей приходится питаться тем, чьи барсук желает. Мы видели, как королева Мария замечена смотрящей на сторону тьмы во втором эпизоде. В этот момент Анна смотрела Причер Спикс на своем телефоне. Был специальный пост. Он говорил о том, как мисс Проповедник раскрывает ужасную легенду о правлении королевы Марии и о том, как она, по-видимому, заключила страшную сделку с дьяволом для устойчивого места на троне. Так что это очень связано с тем, что Эшли сказали мэрии, когда прибыли туда. Оба не раскрыли свою личность перед Элизабет, но они могли лишить кого-то возможности рожать детей. Заставляет думать, что с Анной и вороньими головами что-то происходит. Возможно, инициировала Анна. А может и нет. Анна беременна, как подтвердили в клинике. Но желает ли актриска плодотворной карьеры? Такая карьера, кажется, у нее сейчас. Взамен зловещая сила ее загнали в долг. Сделку мог заключить другой человек. Подозреваю. В Шивон что-то недоброе. Она была в черном в точности, как Эшли. Слышали, Хамиша использовала, но как он придумал концепцию фильма, она не рассказала. Может быть, сделка с их стороны подставила Анну ее беременность? Кажется, это вполне вероятно. Было интересно изучить раздел о 1555 году, который открыл множество теорий и прояснил подозрительность Эшли. Сюжетная линия, связанная с сатанизмом, в этом эпизоде открылась, когда мать Декса появилась и сказала, что собирается подавать на отца в суд, так как он проводил над ней сатанинские ритуалы. Возможно, такое могли делать Шивон или кто-то близкий Анне. Мать Декса также говорила о пробелах в памяти, что может объяснить моменты Анны, когда время пролетает мгновенно. Все становится интереснее, ведь возможностей несколько. Что Декс скрывает от Анны? В начале эпизода, когда Декс, похоже, соврал Анне о знаниях. Анна сообщила Дексу, что видела мисс проповедник в городе. Декс цитировал Кору, администратора из клиники Бесплодия, говоря, что мисс проповедник просто любитель теорий заговоров и вряд ли будет ее преследовать. Декс в этом разговоре не участвовал, но говорил, что Кора рассказала им после клиники, что неверно. Кора на самом деле сказала это Анне. Только Анне по телефону. В начале второго эпизода этого сезона. Что Декс определенно солгал о том, что присутствовал при этом разговоре. Что, как мне кажется, он случайно упустил. Когда я вернулся ко второму эпизоду, я прослушал разговор по телефону, и там в этот момент Кора ответила на звонок и сказала. Привет, Анна. Это заставляет меня задаться вопросом, мог ли Декс присутствовать там в то время и узнать номер. А затем сказал Коре, что это Анна, поэтому он в конечном итоге узнал о этот разговор, так как нет другого способа, которым он узнал бы об этом так, что, может быть, там что-то происходит, будь то Декс в клинике, когда Анна ни с Корой, ни с людьми, которые там работают. Так что я представляю себе эту часть. Со временем история может стать более подробной. Общий обзор. Я думаю, что этот эпизод был нормальным. Вопросы и догадки вызваны сериалом. Непонятно, к чему приведет сюжет, есть ли Ванни монстр. Возможно, это возвращение за успешную карьеру, мое предположение. Не читал книги и не буду слишком углубился в сериал. Может быть, прочту ее между финалом и новым сезоном. Во время перерыва это может взять верх. Сообщу вам. Чтобы не спойлерить, я отойду в сторону. Новый сезон нравится больше. Вопросов много, но сюжет проще это хорошо. Персонаж Кары де Левень – самый бессмысленный в сериале. Мы слышали кое-что о мисс Проповедник. Шивон кажется подозрительной. Даже больше узнали об Эшли. За две минуты на экране. По сравнению с четырьмя сериями с медсестрой Айви, надеюсь, узнаем о ней больше до перерыва, потому что кажется, что она может просто стоять на расстоянии и выглядеть зловещей, что, я чувствую, уже случилось. Все другие персонажи кажутся хорошо раскрыты. Я бы сказала, что Николет не ясно. Не знаю, причастна ли она, и пока у меня подозрения. Так как следующий эпизод называется «Проповедь», чувствую, что узнаем больше о мисс Проповедник. Судя по релизу, станет очень мрачно. Итак, Шивон спросила Анну, хочет ли она Оскар больше, чем ребенка. Теория о том, что это связано с королевой Марией. И карьерой может быть правдой. Время покажет. До тех пор ждем следующую неделю. Вот так. Американская история ужасов деликатная. 12 сезон. 4 серия. Расшифровка финала.